Руководство к действию получено. Инспекторы Госадмотехнадзора начали проверку территории кладбищ в Люберцах. Спецрейд приурочен к пасхальной неделе. Первым в списке оказалось старое Люберецкое кладбище. Прошло ли оно проверку на чистоту и порядок? Ответ в следующем сюжете. Состояние старого Люберецкого кладбища решил проверить инспектор Госадмотехнадзора. В поле зрения попали места сбора мусора, состояние подъездных путей, пешеходных проходов, прилегающей территории и самой территории кладбища. Мы с вами видим, что не на всю ширину расчищена тропинка. Видите? Поэтому вот нюансы. Если мы сейчас налево обратим внимание, асфальт заканчивается. Видите, здесь грунтовая. Поэтому обязанности очищать от твердого покрытия здесь не ложится на хозяйствующий субъект. К пасхальной неделе ожидается большое количество посетителей. А значит, будет и много бытовых отходов. В основном инспекторы привлекают нарушителей к ответственности за навалы мусора и ненадлежащие состояние контейнерных площадок. Видите, переполнения нет, все убрано. Ну, крест они должны убрать, конечно, тоже. Но вот более-менее вот так должно содержаться. Твердое покрытие, ограждение с трех сторон, отсутствие переполнения, отсутствие навалов вокруг. Обойдя всю территорию кладбища, мы так и не нашли никого из административного состава и работников. Вместе с тем Алексей Левшин нашел несколько недочетов. Нарушение это в части ненадлежащие сборы накопления мусора, а именно навалы возле мусорных урн, мелкого бытового мусора, окурков. Также ненадлежащее состояние содержания ограждений, то есть они не почищены, не помыты внешнего ограждения. И фасада центральной группы, кое-где плит готова. Между тем жители состоянием кладбища остаются довольны. Я иду готовить, подготавливать могилки, сейчас снег сброшу, а здесь чисто, красиво. Оцениваю на 5, потому что, как вы сами видите, дорожки чищены, инвентаря предостаточно, поэтому все есть и все замечательно. По словам Левшин, устранить все выявленные в ходе рейда нарушения сотрудники Старого Люберецкого кладбища должны будут до 8 апреля. Проверки завершат к пасхальным праздникам. Напомним, в Подмосковье в апреле установлены следующие дни массового посещения кладбищ. 7-8 апреля Пасха и 17 апреля Радоница. Мария Кузьмичева, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.